Чипы на железной дороге. Два вагона хозяйственного состава сошли с рельсов сегодня на участке Харанхой на ушке. Пострадавших нет, угрозы экологии тоже, но движение на этой ветке временно приостановлено. Специалисты предупреждают о возможной задержке поезда Иркутск на ушке. Амур МНД, здравствуйте, я Лариса Иренцеева. На телеканале Оригус программа «Восточный экспресс». Новостей сегодня много и вначале о некоторых коротко. Сжигать на месте или перевозить и утилизировать. В деле Финольного озера появились новые повороты. Все подробности у Сергея Соголова. Борьба за чистоту окружающей среды в действии, где в Улан-Удэ устроили новую свалку, увидел дежурный по городу. Месяцы моделирования и буквально секунды полета. Как прошли республиканские соревнования по ракету и авиамодельному спорту, расскажет Никита Коробенков. И начнем с главного. Закрыт сбор на лечение девочки, за которую переживает вся Бурятия. Недостающие деньги на самый дорогой укол в мире для маленькой Одиссы найдены. Кто предоставит необходимую сумму, а главное, когда? Расскажем прямо сейчас. Серьезная мадамка, да? За историей Одисы Гармаевой следит вся республика. У малышки спинальная мышечная атрофея первого типа. Единственное спасение от смертельно опасной болезни – препарат Золгенсма. Стоимость одного укола – 160 миллионов рублей. Родители обратились ко всем неравнодушным людям. Мы хотим, чтобы она жила. Хотим ее вылечить. Этот сбор объединил многих. Минздрав Бурятия оплатил Одессе поддерживающие уколы препарата спинраза. На Золгенсму силами добрых людей собрали 41 миллион рублей. Внушительный остаток предложил вложить крупный инвестор из Москвы. Мы были идти надолго. Я готов прописаться, сменить адрес своей постоянной регистрации на поселок Озерное, Яравинского района республики, с тем, чтобы мой НДФЛ, наук на доходы физических лиц, уплачивался в бюджет республики. Таким образом, была возможность из тех средств, которые за 2020 год я задекларировал, окрасить целевым образом для закупки этого препарата. Я думаю, сейчас решим. Тогда это в мае. ВДНШ попросить. Мы с вами служим по прописке. Да, технически я готов выплату в мае сделать. Только мы подъявляем декларацию, все сверим. Я думаю, что до 15 мая можно делать выход. С меценатом глава Бурятии родители Адисы встретились на выходных в Москве. С поездкой в столицу и сопровождением помогло региональное отделение «Единой России». Тысячи людей в республике Бурятия молились за то, чтобы у ребят все получилось, чтобы ребенок был спасен. Там, безусловно, Алексей Самбуевич, конечно, это ключевой человек во всей этой поездке, во всей этой встрече. Его предложение, его решение, конечно, явились основой для решения благополученной этого вопроса. Сегодня утром семья уже вернулась в республику. Даже не верится, что мы можем сказать, что сбор закрыт. Мы думали, что это будет все очень долго. Неописуемые ощущения, конечно. Все решаться будет. Я думаю, уже в ближайшее время мы дадим информацию на странице. Если все сложится удачно, оставшиеся 119 миллионов поступят уже в следующем месяце. Родители Адисы сегодня в 9 вечера планируют выйти в прямой эфир в соцсетях и рассказать подробности. Кристина Заснина, Роман Куклин, телекомпания «Ригус». Продолжаем. Пожароопасный сезон открыт уже в 13 лесничествах Бурятии. И в пригородных, и в отдаленных. Профилактические отжиги там полностью запрещены. Организованный мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами. Дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни. Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает выжигание сухой травянистой растительности. На землях сельскохозяйственного назначения разведение костров на полях запрещено. Нельзя выжигать прошлогоднюю траву возле автомобильных и железных дорог, а также путепроводов. Под запретом костры с сжиганием хвороста, порубочных остатков и горючих материалов. О любом возможном очаге возгорания просят сообщать в ближайшее лесничество или на горячую линию. Инсульт за рулем, опасный маневр новичка и наезд на пенсионерку. О дорожно-транспортных происшествиях за выходные далее коротко. Инсульт за рулем произошел у 82-летнего водителя «Жигулей». Неуправляемая машина выехала на полосу встречного движения на улице «Залесная» и столкнулась с автобусом. Салон был пуст, водитель не пострадал, пенсионера с травмами и инсультом госпитализировали. Опасный маневр новичка на дороге обернулся травмами для двух пассажиров «Жигулей» в Севербайкальске. Водитель с двухнедельным стажем вождения не справился с управлением и опрокинул автомобиль. В салоне находились девушки 2000 и 2004 годов рождения. Им понадобилась медицинская помощь. В Лонаде на улице Норильская 20-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил 60-летнюю женщину. Она шла по дороге на встречу движения транспорта вне пешеходного перехода. В результате наезда пенсионерка получила перелом бедра, доставлено в медучреждение. Систему «Антиконтрафакт» запустили в Бурятии. Поддельные продукции жители республики могут сообщать по телефону новой горячей линии. Лишь за прошлый год изъято почти 100 литров алкоголя, 5 тонн пищевых продуктов и медикаменты. Чаще выявляют подделку в ходе проверки на таможне и рейдах. Помочь могут и жители, а о подозрительных товарах нужно сообщать по телефону. Линия федеральная, звонок бесплатный, можно анонимно. С запуском горячей линии мы надеемся на социальную ответственность и активность жителей республики, жителей Российской Федерации в помощи, в выявлении фактов реализации этой продукции. Также Министерство промышленности работает и с маркировкой товаров. С 1 июня производители обязаны наносить ее на молочную продукцию, мороженое и сыры. В системе зарегистрированы больше 100 производителей продукции. Списки продолжают пополняться. Россиян предупредили о штрафах за тайную сдачу жилья в аренду. Нарушителям придется заплатить не только сумму налога за последние три года, но 20% плюсом такое наказание. Чего еще нужно опасаться, а к чему просто быть готовым? Дайджест новостей подготовила Ольга Арсунукаева. Езда на летней или зимней резине вне сезона может обернуться штрафами для водителей. Новые поправки в ПДД могут вступить в силу с 1 июня. Пока проект правительства без подписи, но вероятность, что ее поставят, весьма высока. В этом случае автомобилистам будет грозить штраф до 500 рублей. А вот пассажирам общественного транспорта, наоборот, плату за проезд хотят снизить. Речь о льготниках. Это дети-сироты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи. Билет для них будет стоить на 30-50% дешевле. Суммы пока не определились. Депутаты горсовета говорят, что работают. Если пойдет все по плану, то скидку льготники получат уже летом. Вложиться в свой бизнес придется предпринимателям. Уличные киоски заставят облагородить. Их внешний вид нужно будет согласовывать с комитетом по архитектуре. Коснуться нововведения тех, кто находится не на муниципальной земле. В столице таких насчитали 130 объектов. Движемся дальше и смотрите во второй части выпуска. Слизнанно виновный в совершении преступлений. В полиции освободилось место следователя. Кто покинул ряды сотрудников? Что такое рамка и сколько танцев нужно выучить для чемпионата? Секретами мастерства поделились участники всероссийских соревнований. А что вращается вокруг Марса? Два неправильных астероида. Фойбас и Деймас. Эти факты знают далеко не все взрослые. Все о космосе от четырехлетнего астронома. Стали известны данные независимой экспертизы по утилизации фенольного озера Вулан-Удэ. Вопросом параллельно занимаются четыре организации. Все из-за споров властей, ученых и экологов. Напомним, фенол предложили утилизировать пиролизным способом прямо в черте города. Возможно ли это? Первые выводы экспертов услышал Сергей Соголов. Государственная и три независимых утилизации фенольного отстойника Вулан-Удэ под микроскопом сразу четырех организаций. Они ищут ответ на вопрос. Сжигать на месте или вывозить опасные отходы из столицы и ликвидировать в другом месте. Одна из независимых экспертиз уже готова. Пиролизный метод опасен для экологии города. Таково заключение некоммерческого партнерства «Экологическое международное аудиторское сообщество сертификация». Если сейчас будет именно этот способ применен, то Вулан-Удэ и так, что сложная ситуация с качеством атмосферного воздуха. А здесь вообще будет практически экологическое бедствие. Поскольку будет сжигание, там 24 на 7 практически проходить. Выброс веществ и на самом деле очистка не обеспечивает заявленных параметров. Применить пиролизный метод непосредственно у фенольного накопителя предложила компания безопасной технологии из Санкт-Петербурга. С таким вариантом не согласились местные экологи и общественники. Самое главное, что меня не устраивает, это то, что эти пять колонн будут установлены на берегу озера в центре Улан-Удэ. Эти установки будут работать на тепле котельной, которая будет рядом построена. И в этой котельной будут сжигаться жидкие и газообразные продукты, которые получатся в результате пиролиза. Твердые остатки от пиролиза будут захораниваться прямо на месте. Вообще захоронение отходов в черте города запрещено. Стоки сюда сливали больше 80 лет. Эксперты не исключают, что отходы попали и в грунтовые воды. Но решать с ними что-то нужно. И заказчик будет опираться на мнение государственной экспертизы. Ее заказали и оплатили РЖД и Локотех. Здесь есть несколько вариантов развития событий. То есть заключение общественной экологической экспертизы направляется в Роспроводнадзор. И эксперты, которые делают заключение государственной экологической экспертизы, могут учесть эти замечания, а могут и не учесть. То есть это все на компетентность экспертов государственной экологической экспертизы. Если же результаты государственной экспертизы будут отличаться от независимых, общественники могут оспорить их в суде. Случаев побед немало. Главное, чтобы из-за споров и тяжб процесс утилизации не затянулся. Ядовитое озеро продолжает отравлять экологию города. Сергей Соголов, Батар Халматов, телекомпания «Оригус». Еще одного полицейского осудили в Бурятии. Следователь из городского управления МВД уличен в подделке материалов уголовного дела. Сотрудник обвинен в фальсификации материалов уголовного дела о тяжком преступлении. Женщина подделала протокол допроса и тем самым способствовала незаконному освобождению подозреваемого от уголовной ответственности. Бывший следователь следственного управления МВД по городу Улан-Удэ признан на виновный в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей назначено на наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Условно, с исполнительным сроком 3 года. В суде устояло только обвинение о фальсификации. Приговор в законную силу не вступил. По нашим данным, обжаловать его намерены и сама бывшая следователь, и ее обвинители. К другим темам. Свалка строительного мусора активно растет на окраине Улан-Удэ. Уже больше года грузовики свозят за микрорайон энергетик тонны песка и кусков бетона. Почему выбрали именно это место? По сигналу жителей, выехал дежурный по городу. Все вы слышали о нацпроекте «Экология». За 6 лет государство планирует потратить более 4 триллионов рублей на сохранение окружающей среды. И на первом месте в решении этой задачи – ликвидация несанкционированных свалок и эффективное обращение с отходами. Но, кажется, Улан-Удэ не совсем правильно понимают цели и задачи этого проекта. С прошлого года здесь вот чистое поле было. Я здесь с семьей гулял. И вот с середины лета сюда начали самосвалы возить, строительный мусор. В день 8-10, может быть, самосвалы здесь приезжают. Судя по этим новым столбам, линии электропередач здесь появились недавно. Да и сам овраг выравнивают, скорее всего, потому, что здесь запланировали новое СНТ или ДНТ. В принципе, отсыпка территорий строительным мусором не запрещена. Ну, потому что кирпичи и плитка – это отходы 4-5 класса. То есть не опасные. Главное, чтобы было добро властей. Но ведь здесь же не только строительный мусор. Старые покрышки, целлофан, баллончики из-под пены, пластик – все это будет гнить в почве не одно десятилетие. И этому тут явно не место. По сравнению с прошлым годом, здесь вот этой кучи, на которой мы стоим, вообще не было. Уровень изменился метров, наверное, на 10. Они еще будут до того края, пока совсем все ровно не будет, будут возить. Если бы я здесь жил, я бы не согласился, чтобы у меня под ногами был строительный мусор откровенный. За 10 минут третий грузовик уже. В ближайшее время сюда никто ничего не привезет. Не знает, что ему делать. А с какой стройки-то? Где везете? Откуда? Кто сказал сюда возить? Сейчас. Не, не уезжайте. Расскажите, с какой стройки. Куда вам ехать, зачем? Расскажите, с какой стройки вы? С какой стройки, откуда возите сюда в мусор? С конечной. С конечной? А кто сказал сюда возить? Начальцы сказал. Давно сюда возите? Ввери, дайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот хороший пример. Эта куча появилась здесь только что, а в ней целлофан, стеклянные бутылки, кустки пенопласта. Да и бог его знает, что там еще в глубине. Все мы знаем, кто строит наконечные, но пока обвинять никого не будем. Лучше отправим свои запросы в мэрию и природоохранные надзорные органы. На этой неделе у нас нет единой темы, поэтому ждем обращения по любым проблемным вопросам на номер 220-3-7. Все итоги подведем в пятницу в итоговой программе. По городу сегодня дежурили Сергей Смоленинов, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус». Жители двух поселков Яравнинского района стали заложниками бездорожья. Дорога в таком состоянии, что проехать по ней может не каждый. Люди остались отрезанными от большого мира, а чиновники никак не принимают меры. Дорога в поселке Целинный и Телемба превращается в месиво из грязи каждое межсезонье. Со слов жителей, несколько лет назад ее ремонтировали, израсходовали аж 150 миллионов рублей, но результата никто не заметил. Снег только начал таять, а проехать могут только уазы и спецтехника. Люди боятся, что ситуация может усугубиться. Мы будем отрезанными от мира, как минимум. Что будут делать роженицы, больные? У нас здесь только на танке, наверное, проедем. Врачам из районного центра уже сейчас сложно добраться до пациентов, а магазины не могут дождаться доставки продуктов. Местные жители обратились с жалобами в прокуратуру. А при Байкальской селу Кумы, наконец, покинула большая вода. Напомним, из-за разлива реки там затопило целую улицу. Началось все еще в феврале. От стихии пострадали дворы и подполья жители. Лишь сейчас спасатели устранили последствия потопа. Завершены ледорезные работы. Технику пришлось использовать вниз по реке. Вверх по течению лед вскрывали вручную силами местных жителей и Кикинского лесхоза. На сегодняшний день угрозы подтопления нет. Вода освободила придомовые территории. Она уходит в русло одноименной реки естественным путем по пропиленным каналам. Спасатели и волонтеры провели комплекс мероприятий, который позволил предотвратить негативное развитие событий. Отметим, следить за ситуацией на месте спасатели продолжат. А ближайшие три года за селом Кумы будут наблюдать и ученые. Они должны провести изыскание и найти эффективное решение проблемы подтопления. Сегодня всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Ею, по официальным данным, страдают 220 тысяч россиян. Нейрохирург из медицинского центра имени Мишалки направил бесплатные консультации для врачей Улан-Удэ. О том, как сегодня борются с патологией, которая долго не поддавалась лечению, в нашем следующем сюжете. Прием в кабинете врача-невролога в этот день особенный. Большинство люди в годах, но есть и в активном возрасте. В клинике Ритм отбирают пациентов на оперативное лечение болезни Паркинсона. Не все попадают под параметры нейрохирургической операции. Поэтому так важен внимательный отбор. Это задача невролога. Ведется прием. Полностью проводится беседа, опрос пациента, осмотр. МРТ смотрим. УЗИ черной субстанции у нас проводятся. Есть болезнь Паркинсона, а есть паркинсонизм. Тут надо дифференцировать, подбирать лечение. И тактика лечения будет различная. Долгое время болезнь Паркинсона считалась недугом, который не поддается лечению. Дрожание рук, замедленность движения, отсутствие плавности и автоматизма. Сегодня уже существует база медикаментозного лечения. Она работает с симптомами и корректирует их. А теперь есть возможность и оперативного вмешательства. С 2015 года в медицинском центре имени Мишалкина в Новосибирске его проводят нейрохирурги. Операции доступны для жителей Бурятии благодаря сотрудничеству клиники и Новосибирского медцентра. Суть операции заключается в том, что мы имплантируем электроды, которые устанавливаются в определенные участки, небольшие ядра в головном мозге. Мы понимаем, что не излечиваем пациента, а улучшаем его качество жизни, убирая симптоматику. За плечами Романа Киселева порядка 80 таких операций. Его работа не только в отборе и проведении самой операции. После оперативного вмешательства требуется наблюдение за пациентом, программирование самой системы, которая также требует работы и невролога, и нейрохирурга, для того, чтобы подобрать оптимальные параметры. Послеоперационный контроль и дальнейший подбор программы лечения проводится уже в клинике Ритм. Болезнь Паркинсона – это ограничение и физических возможностей, и социальных. Заболевание остается неизлечимым. Но медицина вышла на тот уровень, когда можно говорить об улучшении функционального состояния пациента. Поехали! Сегодня страна отмечает 60-летие полета Юрия Гагарина. Традиционно в День космонавтики на Богородском острове проходит чемпионат по ракетам и авиамодельному спорту. Юные инженеры запустили в небо ракеты, сделанные своими руками. О том, как прошли старты, смотрите прямо сейчас. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Это ММФ-06, одноступенчатая ракета. Так, что значит одноступенчатая ракета? Один двигатель. Это ракета «Восток-1». Это, я так понимаю, прототип той самой, на которой? Летал Юрий Алексеевич Гагарин. Это ватмен, обкрашенный белой краской. Двигатели сделаны из пенопласта в некоторой части. Двигатели мы заказывали из Америки. Сейчас ракета взлетит, она все одноразовая, больше она не годна к использованию? Ну, если она хорошо взлетит, то можно ее там чинить. А если плохо приземлиться, то нет. Скажите, а вы ее сколько делали, свою ракету, сколько вы конструировали? Ну, месяца 4. Каждый участник делает по 3 захода? Так. 3 полета. Потом в самом конце все результаты складываются. Что учитывается? Время, время. Время полета. Анатолий, ну, что-то, видимо, пошло не так, да? Вышедной снаряд не сработал. Это пыш с порохом. Порох выбивает пыш, и пыш выбивает всю систему парашюта. И парашют, собственно, поэтому не раскрылся. Да. Из чего делали ракеты? Из бумаги. Из бумаги. А парашют с чего у вас? Парашют из мешка мусора. Это самые сильные, получается, двигатели. Это 10 ньютон, это 20. Слушайте, я заметил, у каких-то ракет парашюты, а вот у вас ленты. Это от чего зависит? Потому что парашюты, они типа медленно, а если ленты, то они выше и быстрее. А если парашют, то где-то на середине она раскрывается, и все. Проводятся они вообще у нас ежегодно. И, наверное, уже на протяжении лет 50. Прийти к созданию ракеты, это, наверное, все равно не один год работы. Это начинается, они изучают как и теорию, так и прикладную, и техническую часть. То есть это нужно и уметь, и паять, и склеивать, и вытачивать, и так далее, и так далее. Естественно, будут вручаться кубки, медали и денежные поощрения. Первое место у нас полторы тысячи, второе тысячи, третье – 500 рублей. День космонавтики для четырехлетнего Миши Будаева – праздник важнее Нового года и дня рождения. Юный Улан-Уденис буквально грезит космосом и своими знаниями удивляет даже взрослых. Наша съемочная группа отправилась в гости к Мише и тоже была поражена. Вот это вот, что вот это вот такое, что за шарики? Это не какие-то просто шарики. Это Солнце, это Меркуль, это Венера, это Земля, это Марс, это Петер, это Сатур, это Улан, это Нептон, это Пултон с Хароном. Миша, скажи, пожалуйста, а Пултон – это все-таки планета? Нет, это Камбекова планета. Знакомьтесь, Миша Будаев и ему четыре года. Он еще не умеет читать, но о космосе знают больше многих взрослых. Вот это же я правильно понимаю, это Сатурн? Да. Почему у Сатурна есть кольца, а у остальных планет кольц нет? У этой тоже есть. И у этой, и у этой. А у этой скоро образуется, потому что он только... Потому что скоро Фойбос вверхов Макса и образуют вокруг него кольца. Что вращается вокруг Марса? Два неправильных астероида – Фойбос и Деймос. Это астероиды, которые Марс притянул к себе, а потом они стали его спутниками. А Фобос и Деймос знаешь, как переводится? Да. Страх и ужас. Космической темой Мишу заразил старший брат Вова. Причем совершенно случайно и неожиданно для себя. Мне подарили книжку про космос. Мы ее прочитали. И я все Миша объяснил из нее. То, что правильно все. Ну, что неправильно. Потому что Миша думал, это сяк, это сяк. И увлекся космосом. До такой степени, что его можно уже снимать на передачу. Восточный экспресс, например, да? Ага. Что такое черная дыра, Миша? Черная дыра – это какие-то космические дырки, которые состоят из больших звезд. Большая звезда взрывается, а на ее месте образуется дырка какая-то. И она правда в себя все засасывает? Да, правда. А если человек туда позже полетит, то черная дыра разорвет его. Кто ваш любимый космонавт? Юрий Гагарин. Ну, Юрий Гагарин, да, понятно, что он первый. А на втором месте кто? Фаленчина Чискова. Так, а на третьем месте? Ну, в вашем личном рейтинге космонавтов кто на третьем месте? Нилк Аланстронг. А кто такой Нилк Армстронг, вы знаете? Это первый человек, который полетел на спутник нашей Земли Луна. Знаю теперь, что такое пояс Ориона. Что в ближайшее в апреле месяце будет дата, когда Луна приближается максимально близко к Земле. В прошлом году мы также это наблюдали. Телескоп есть у вас? Пока нет, на пять лет собираемся. Это что на твоей голове, Миша? Сольем. Это от космонавта. Из чего он сделан у вас? Из туалетной бумаги, например. Не мудрено, что с такими увлечениями главная мечта ребенка – полететь в космос. Тренируется он уже сейчас. Укрепляет тело занятиями дзюдо. Желаем, Миша, воплотить свою мечту. Бурятии нужны космонавты. На одну из самых престижных театральных премий страны претендуют сразу два театра Улан-Удэ. Золотую маску намерен примерить русский драматический театр и театр бурятской драмы. На двоих всего восемь номинаций, пять из которых у русского драматического театра, спектакль наводнения Сергея Левицкого, остальные у бурятского драматического театра в постановке Аламжи. Это говорит о том, что, во-первых, Улан-Удэ можно считать и республику, блядь, по-настоящему театральной столицей. То, что наши театры на равных конкурируют с лучшими федеральными театрами. Там нет разделений региональным или федеральный театр. Это говорит, прежде всего, о качестве работы нашей театры, об интересных постановке. Итоги конкурса «Золотая маска» подведут 22 апреля, после чего коллективы отправятся на гастроли по регионам. А пока, 13 апреля, у зрителей есть возможность оценить работу театров. Спектакль наводнения покажут дважды, в 2 часа дня и в 7 вечера. От венского вальца до энергичной румбы 30-й всероссийские соревнования по спортивным бальным танцам прошли в Улан-Удэ. Самых гибких, грациозных и артистичных отбирали среди спортсменов Бурятии и соседних Иркутска, Ангарской и Читы. Как прошло мероприятие и кто стал победителем, узнаем из первых уст. Самбо, Читича, Джайв, Румба. У них разная музыка, разный счет, разное движение. Как называется? ИС. 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 Почему оно называется? Не знаю. Хорошо, давай пробуем. Раз. Это именно смотря какой танец. Спокойный или... На каждой танце надо показывать свои эмоции. Например, джайв или самбо. Когда мы танцуем, эмоции как бы сами, три минуты. Конкуренция достаточно сильная. Но ребят — это один из редких выходов после пандемии, после небольшого перерыва. Поэтому здесь одновременно и волнение, и радость, и переживание. Наши ребята с лунгинских клубов держатся на уровне. Женщина надянутая стопа, рамка красивая, улыбка. Что такое рамка? Это вот такая позиция. У девушек есть рамка? Да. Рамка. И на этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках и на сайте оригус.тв. Хорошей вам рабочей недели. До свидания, БРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова